Синоптики обещают, выходные градус пойдет на спад. Но пока жара все еще не отпускает белорусов. В пятницу к знойным капризам небесной канцелярии добавится сильный ветер, ливень и град. Неделя началась с аномальных 30 выше нуля. Хотя абсолютный рекорд для Беларуси плюс 38,9 не побит, накануне в Могилеве столбики термометров поднялись до 37. За несколько дней степловыми ударами в медучреждение страны обратились 117 человек, 32 госпитализированы. В такую погоду предпочтение стоит отдать открытой обуви и одежде из натуральной светлой ткани. Плюс головной убор и очки. Это защитит от ультрафиолетовых лучей. Обязательно захватите с собой воду и постарайтесь отказаться от долгих прогулок. Нелишним будет нанести и солнцезащитный крем. К сегодняшнему образу, хоть и неожиданно, добавился еще и зонт. Особенно опасно в этот период на дорогах города. Автомобиль быстро нагревается, кондиционер оборудован и исправен далеко не в каждой машине. Душное замкнутое помещение, прямой путь к головокружению и даже обмороку, а значит и к авариям. Если железный конь не готов к аномальной погоде, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом. Еще одной причиной дорожный транспорт в происшествии в летнее время очень часто является резкое ухудшение самочувствия водителя по причине погоды, так как в летний период большая жара и нередко водитель становится нехорошо за рулем от того, что где-то он устал, может быть он плохо спал. В знойную погоду активную поддержку горожанам оказывает и Красный Крест. Волонтеры совместно с сотрудниками ГАИ раздают воду и напоминают водителям о правилах. Такие прохладительные акции безопасности на дорогах госавтоинспекция будет проводить до конца лета. Три провели акции. Вчера была на базе Центра социального обслуживания Ленинского района. Сегодня вот мобильный такой пункт у нас. Завтра будем день города проводить. Также волонтеры будут ходить и поить водичкой. Очень приятно. Спасибо за ваши труды. Благодарю. Будьте внимательны. Спасибо. Ну как, порадовали вас сегодня в жаркую погоду? Да, конечно. Не так жарко теперь. А как вы вообще в жару спасаетесь? Напитками вода. Только вода больше ничего. На завтра из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и град. Утром синоптики обещают слабый туман. Ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Столбик термометра днём в отдельных районах покажет плюс 36 градусов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.